И по данным британской разведки, российская армия сильно замедлилась еще и из-за серьезной нехватки личного состава, и ей приходится разрываться между Донбассом и Херсоном. А по данным Генштаба ВСУ, российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки в Украине, поэтому среди них растет недовольство. О ситуации на фронте поговорим далее. С нами на связи Михаил Самусь, военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по порядку. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинской армии удалось стабилизировать ситуацию на фронте, и с этим помогли именно Хаймерс. Согласны ли вы с этой оценкой, и как вообще Хаймерс изменили ход боевых действий, по-вашему? Конечно, согласен, потому что если посмотреть по динамике наступления российской группировки на Донбассе, можно заметить, что тот институт, который они набрали созданием огневого вала, так называемого, то есть массовым применением артиллерии, по данным вооруженных сил Украины, они приняли до 50 тысяч снарядов в день именно на этом направлении, на небольшом участке. То есть сейчас это наступление фактически застопорилось, идут уже не артиллерийские массированные обстрелы, а попытки штурма, и это у россиян не получается. Это означает, что Хаймерсы, которые используются именно для внесения ударов в глубину позиции противника, на глубину до 70-80 километров, с целью уничтожения складов с боеприпасами, уничтожения логистики, уничтожения командных пунктов, удалось фактически лишить возможности российские войска создавать этот огневой вал. И в результате артиллерийских боеприпасов у них стало значительно меньше, логистика сейчас у них перестраивается. Но опять же, эта логистика теперь будет заключаться в том, чтобы не складировать на оккупированных территориях боеприпасы, а сразу с российской территории доставлять их автомобильным транспортом на передний край, что, естественно, будет создавать большие колонны автомобильной техники, которые, опять же, могут стать мишенью для тех же «Хаймарсов» или обычной артиллерии украинской, или авиации. Послушайте, ну вот я как раз хотел спросить, куда вследствие попадания «Хаймарсами» по складам российской техники и боеприпасов, куда они собираются перемещать эти склады? Вы говорите о том, что это будет, скорее всего, территория Российской Федерации, и логистика в этом случае будет такова, что да, это снова будут колонны. Но у них же уже есть, у Российской Федерации, у Кремля, у российской армии, есть опыт того, как они пытались наступать на Киев, и как эти колонны техники просто выжигались. Неужели опыт ничему не учит? Ну, смотрите, есть задача оккупировать полностью Донецк и Луганскую область. Эта задача стоит с первой минуты ширкомасштабного вторжения, 24 февраля. Я помню, как российская пропаганда 25 числа уже заявила. Через несколько часов мы полностью займем Донецк и Луганскую область. Наконец-то жители Донбасса вздохнут. С облегчением наступает долгожданный мир и так далее. В результате, что мы имеем, прошло очень много месяцев, о успехе так себе, а Путин эту задачу не снимал. И именно почему там концентрируются основные усилия российских войск? Потому что это политическая задача. Для Путина принципиально важно оккупировать Донецк и Луганскую область и объявить. Он же уже объявил их независимыми, даже признал, даже КНДР признала, Сирия. А тут получается, что не могут выполнить... То есть вооруженные силы России отстают от политической мысли Путина, причем намного. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут, конечно, помнить опыт Киевской области. Причем я скажу, что действительно... Почему они несли такие потери в Киевской области? Потому что сама операция планировала на очень некачественной разведке. И решения эти все были приняты идиотские. На самом-то деле вообще решение 24 февраля, оно само по себе идиотское. И не могло закончиться другим, кроме катастрофы полной. В результате, что мы имеем сейчас? Да, они знают, что будут колонны техники. Да, им сейчас приходится склады с боеприпасами децентрализировать, распределять их по линии фронта. И это, конечно же, намного больше риск, чем у тебя комфортно. Есть склад с боеприпасами, и ты спокойно возишь небольшими партиями на передний край, когда тебе это необходимо. В результате, да, они будут рисковать, да, украинская армия их будет уничтожать. Но у них нет другого выхода. Они не должны выполнить задачу Путина. Михаил, а даже есть информация, что Россия отправила специально спецназовцев, чтобы они нашли и уничтожили Хаймерс установки. Что вам об этом известно? Это естественная задача сил специальных операций спецназа, для того, чтобы уничтожать как раз такого рода установки. То есть у группы спецназа есть одна из основных задач, это уничтожение установок оперативно-тактических ракет. Прямо таким написано у них. Вот они этим сейчас и должны заниматься. И дело в том, что кроме сил спецназа, они никак не могут уничтожить Хаймерс. Хаймерс бьют издалека, высокоточно. У них таких средств нет. То есть, когда мы говорим о обычной артиллерии, Россия может еще как-то себе позволить организовать кондбатарейную борьбу. Да, украинская артиллерия, которая пришла нам от наших союзников из НАТО, она более дальнобойная, более высокоточная. Но там разница все-таки в дальностях не очень большая. У нас там, например, 20 километров, у них 17 и так далее. То есть здесь можно еще как-то поработать. У них таких систем, как Хаймерс, даже близко нет. По высокоточности, по дальности, да, у них есть РССО, которые могут бить там на 80 километров, но у них это абсолютно неточное оружие. Они не могут попасть точно в установку Хаймерс. Кроме того, Хаймерсы очень мобильная система. То есть она постоянно перемещается. Нельзя, например, даже если какая-то агентура у нас на территории сообщить, что видит Хаймерс в каком-то расположении по таким-то координатам, абсолютно не факт, что этот Хаймерс будет через час по этим же координатам. Поэтому действительно, я уверен, они, кроме агентурной разведки, еще уже послали силы специальных операций, то есть группы сил специальных операций, сейчас действуют на территории Украины. И в этом сейчас задача контрразведки, военной контрразведки, работать тщительнее, скажем так, в районах, где эти группы могут работать. И не допустить того, чтобы они получили информацию, где находятся наши системы Хаймерс, и тем более привезли к задаче по их уничтожению. Михаил, вот вы говорили о том, что сейчас российская оккупационная армия делает все возможное для того, чтобы захватить все территории Луганской и Донецкой областей. Скажите, как вы думаете, какие шансы у российских оккупантов выйти на границы Донецкой области? Когда у нас не было Хаймерсов, если мы вспомним, как интенсивно они использовали артиллерию, именно этот огневой вал, который уничтожал все перед собой, особенно вот Северодонецкая операция, были шансы у них продвинуться дальше. То есть, используя такую тактику, они бы медленно, но уверенно продолжали идти, потому что боеприпасов у них очень много, пару миллионов тонн точно найдется, для того, чтобы продолжать именно использовать такую тактику. Как только у нас появились Хаймарсы, как только мы начали выжигать их склады с боеприпасами, как только у них появились катастрофические проблемы с поставлением, снабжением боеприпасов на передний край, эта тактика больше не работает, а используя просто штурмовые действия, просто отправляя пехоту в качестве мяса, много они не возьмут. Поэтому я думаю, что, вот как вы первый вопрос задавали с главнокомандующих вооруженных сил, который сказал, что нам удалось стабилизировать ситуацию на фронте, это как раз и значит, что сейчас шансов у россиян продолжать свое интенсивное наступление на Донбассе все меньше и меньше. То есть, да, они могут дальше попытаться наращивать каким-то образом количество личного состава, вот вы говорили, там, меньшины какие-то национальные бросать, там, полк Собянина туда отправить, еще какие-то полки Кадыровцев можно кинуть под украинскую артиллерию, но просто будет размазывание фарша по переднему краю, больше ничего, никакого эффекта это не даст. Могут быть какие-то тактические, буквально там, на пару сотенетров продвижения, затем их просто будут назад отбрасывать. Это то, что, например, сейчас происходит в Северске. Они уже несколько раз, вот я смотрю эти пропагандистские телеграм-каналы, они уже на протяжении последних двух недель несколько раз объявляли о том, что они взяли Северск, потом замолкали, потом опять объявляли о том, что взяли Северск, потом опять говорили, что ситуация продолжает оставаться динамичной и так далее. Это означает, что они бросают порцию мяса, украинская артиллерия, украинские войска их уничтожают, они посылают еще одну порцию мяса. У них просто нет другого выхода. Перед русскими генералами стоит задача взять Славянск-Карматорск и только после этого у них появляется шанс на оккупацию всей Донецкой области. Они не могут пока взять Северск, и поэтому пока шансы у них минимальны, особенно если мы немножко отойдем от карты и посмотрим, что делается на других направлениях, особенно на юге. Украинская армия сейчас готовится к наступлению, российская к обороне. Там все время говорили, что контрнаступление украинской армии готовится. Уже это будет не контрнаступление, а именно наступательная операция, а российская армия будет пытаться там обороняться. Так вот, концентрация всех сил на Донбассе ставит не очень хорошее положение те войска, которые обороняются на юге. И если украинская армия начнет продвигаться очень динамично на этом направлении, они будут вынуждены снимать с донецкого направления и бросать их на юг, именно уже пытаясь не допустить окончательного прорыва Южного фронта украинскими войсками. И вот это вот метание, оно и создает ту ситуацию, что не удастся им выполнить задачу Путина, ну, во всяком случае, в данных условиях. То есть условия могут меняться, стратегические или оперативные. Вот в данных условиях сейчас пока у них никаких шансов на то, чтобы быстро выполнить задачу Путина нет. Михаил, это вот мы поговорили о том, что вот хаймерсы, одни только хаймерсы, так существенно изменили ситуацию на фронте. Данилов, секретарь РНБО, заявлял о том, что ленд-лиз для Украины может заработать еще в конце лета, и то есть Украина еще получит военную поддержку. Скажите, какое самое важное вооружение по ленд-лизу может получить Украина? Ну, не существует такого вот волшебной палочки, не существует волшебного оружия, которое щелкнули пальцами, и оно уничтожило врага, и наступила победа. Воюет украинская армия, воюют солдаты, украинские ребята, которые рискуют своей жизнью. Вот главная наша надежда. Все остальное — это инструменты. И эти инструменты вкладываются в систему, и эта система выполняет свою задачу. Главное, вот я хочу объяснить, что такое современная армия. Это разведывательно-ударный комплекс. То есть должна быть... Сами Хаймарсы, кстати, вот мы говорим Хаймарсы, Хаймарсы, но ведь без разведки. Это просто обычная машина, в которой есть какие-то ракеты. Для того, чтобы куда-то ударить, им нужны точные координаты цели. Вот русские спецназы пытаются найти Хаймарсы, они тоже пытаются найти точные координаты цели, где находятся Хаймарсы. А для нашей разведки главное найти координаты целей складов, командных пунктов, логистических центров, ССПО, кстати. Вот очень важно, чтобы Хаймарсы уничтожали еще и ССПО, которые не дают нашей авиации работать в полную силу. И вот эти точные координаты добывает разведка. Когда мы говорим о разведывательном ударном комплексе, разведка добывает координаты. Дальше есть ударные системы. Это Хаймарсы, это артиллерия, это авиация, это другие огневые средства. Это обычная артиллерия, которая сейчас там поставляется тоже дальнобойная, высокоточная. Эти ударные средства по решению командования уничтожают противника. И весь этот разведывательный комплекс должен работать в реальном масштабе времени. То есть от обнаружения координат целей, принятия решения и уничтожения огневым средством должно проходить считанные минуты. Не 8 часов, не 2 недели, а именно несколько минут, и этот склад боеприпасов уничтожен. Вот именно для этого нам нужны новые средства разведки по Ленд-Лизу. И нам нужны новые огневые средства. Эти огневые средства могут быть разные. Это могут быть более дальнобойные ракеты к Хаймарсам, мы говорим о 300 километрах. Это новые самоходные установки, это новые буксируемые гаубицы поколения, это новые боеприпасы, это артиллерия, которые бьют дальше и более точно поражают именно по тем координатам, которые добыла разведка. Это новая авиация, потому что мы никуда не уйдем. Украина обладает советской авиацией. Как бы мы ни крутили, самому новому самолету больше 30 лет. Но другого уже у нас нет, к сожалению. 30 лет для самолета... Но ведь о авиации сейчас вообще речь, по-моему, не идет. Сейчас как-то все затихло по поводу того, чтобы самолеты предоставить Украине. Ну, буквально вот новость была вчера или позавчера, что Соединенные Штаты выделяют 100 миллионов долларов на обучение пилотов. Я как аналитик могу сказать, если выделяется 100 миллионов долларов на подготовку пилотов, значит, эти пилоты должны на чем-то летать. И даже если нам не говорят, что эти самолеты выделяются, мы можем сделать умозаключение, что эти пилоты будут ездить не на автомобилях Запорожец, а летать, видимо, на самолетах F-16 или F-15. Михаил, мы перед вами общались со спикером Одесской областной военной администрации Сергеем Братчуком. И вот он нам сказал о том, что обстрелы Одессины в последнее время со стороны российских оккупационных войск участились. И мы все эти почти пять месяцев войны видим, как российская армия обстреливает Николаевщину и Харьковщину. Ну, в принципе, все регионы, которые так или иначе ограничатся со временно оккупированными территориями. При этом речь идет о том, что российские оккупационные войска это делают для того, чтобы терроризировать население в мирных городах, чтобы рано или поздно у этого населения возникли какие-то пораженческие настроения, что, ну, не знаю, типа давайте останавливать договариваться там, ну и такое. Но мы же прекрасно видим, что эти обстрелы, они наоборот только озлобляют жителей мирных городов по отношению к Российской Федерации, к Кремлю, к российской оккупационной армии. Все же, по вашему мнению, какова логика таких обстрелов? Очень тяжело понять логику террориста, но главная задача террористов все-таки напугать, создать нервное напряжение, психологическое напряжение. То есть, чтобы действительно население пыталось уехать, создавать новые потоки миграции перемещенных жителей нашей страны. То есть, создавать вот этот хаос военный. Действительно, паника это очень тяжелая штука. Я думаю, что вот как раз то, о чем мы говорили, опять же, возвращая к заявлению главнокомандующего вооруженных сил, очень важно понять, что Россия сейчас не может никаким образом изменить ситуацию на фронте. То есть, даже если мы представим, вот они начали пытаться подвозить больше артиллерии, они попытаются бросить очень много национальных этих батальонов, опять же, повторюсь, размазывая фарш по линии фронта. Это не даст каких-то тактических, я не говорю уже оперативных успехов, а я не говорю уже о стратегических успехах. И обстрелом городов они добиваются, абсолютно с вами согласен, противоположного эффекта. То зачем они это делают? Но, опять же, объяснение этому очень простое. Они понимают, что они проиграли. Они это абсолютно понимают. Вот была какая-то запись, я не знаю, вы видели или нет, как приехал генерал, какой-то проводил в воинской части родительское собрание с родителями российских солдат, которые часть погибла, часть сбежала, часть там воюет. И он им объяснял вообще ситуацию. Я просто цитирую. Он сказал так. Мы, конечно, можем это все закончить, но мы же тогда будем выглядеть как побитая собака. Поэтому, извините, но мы будем продолжать вот это вот дело. То есть они будут продолжать обстреливать мирные города, они будут бросать десятки тысяч этих русских солдат в мясорубку, зная точно, что они будут уничтожены. Просто Путин теперь не может остановиться. Он это начал. Решение было провально неудачное, провально катастрофическое для России. Я, например, и наш центр постоянно говорили, если они с таким набором сил начнут операцию, это будет катастрофа для России. Это будет трагедия для Украины, трагедия для Европы, для всего мира. Но это будет катастрофа, катастрофические последствия для России. И эти катастрофические последствия уже начались, но выхода у них другого нет. Они будут до конца, пока у них будет возможность, пытаться эту войну продлевать. То есть каким любым способом. Запускать ракеты с подводных лодок по торговым центрам зачем-то. пытаться создавать какое-то видимое, что они еще могут чего-то достичь. Вот вчера... Михаил, знаете, вот сейчас очень часто вспоминают в контексте происходящего, в контексте войны России против Украины, интервью Владимира Путина несколько летней давности, когда он рассказывал о том, как на него прыгнула загнанная в угол крыса. И он сделал вывод, что бороться нужно до конца. Михаил, спасибо, что были с нами. Это был Михаил Самус, военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения, с которым мы поговорили о ситуации на фронте.